Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Какой перец я буду сеять в первую очередь? Это сегодняшняя тема. Я сейчас вам все подробно расскажу и объясню, почему именно эти сорта я выбрала для раннего посева, который буду проводить в конце января. Вы уже вероятно и читаете комментарии и слышали много раз и от меня и от других, что для того, чтобы в сибирском регионе получить более ранний, то есть вот такой биологически спелый плод перца, его нужно или выбирать скороспелый сорт, или сеять пораньше, многие сеют в январе. И, конечно, самый первый урожай мы получаем в теплице. Вот сейчас я буду рассказывать про подбор сортов перца в сибирском регионе, у меня Алтайский край, и именно для теплицы, для открытого грунта, еще даже рано говорить о каких-либо посевах перца. Хотя у меня до этого было уже очень много перца. Вы все знаете, кто такой заядлый огородник. Мы все покупаем новые и новые. Я вот набрала очень много на пробу новых сортов и сразу скажу, что все новинки, все семена, купленные в магазине, я сею в первую очередь. Ну, кроме скороспелых. Почему? Потому что, во-первых, здесь очень-очень мало семян. И так тут где 8, где 10, где 12. И я не знаю, как они взойдут, насколько проверять схожесть нет возможности. Мало семян. Сею сразу в грунт. И если какие-то семена подведут меня и не взойдут, у меня есть возможность, будет возможность сделать еще дополнительный посев в феврале на замену этих. Поэтому вот все, что я купила в магазине и которые не скороспелки, тут вот различные всякие оранжевые я набрала, а потом крупноплодные есть где-то огромные. Вот русский деликатес большой-большой. Их там мало. Они дорогие, вот эти пачки. Их там мало. И я буду сеять все в первую очередь, чтобы потом, если что, если подведут, то все. Хорошо. Самое главное, что я хочу вам сказать, что в самые ранние сроки я сею 2 группы перцев. Одни для получения раннего урожая. Это те, которые я хочу, чтобы они уже в июле мы их кушали. А вторые с очень длинным сроком вегетации, то есть которые большие, которые с толстой стеночкой, у которых 140-150 дней срок ожидания, где-то сейчас покажу, это тоже вот то самое калифорнийское чудо, про которое я говорила. Потому что у него очень длительный срок. А вот, я картинку вам сейчас покажу, но у меня красная, еще вот взяла желтая. У него огромный плод, кубовидный такой, здоровый. Но ждать нужно очень долго. И вот этот перец, если я посею, ну как, в рекомендованные для нашего региона сроки, то есть, ну в феврале, до 15 февраля, то он вот эту перчину, он если даже успеет сформировать, то он не отдаст полностью весь урожай, на что способен этот куст. Ему нужно долго. Он долго наращивает свой куст. То есть, он долго формирует вот эту перчину, чтобы она была сладкая, ароматная, вкусная. Нужно дать возможность ему, ну, подольше время. Но, высаживая вот такие перцы, крупноплодные, с длительным вегетационным периодом, я готова к тому, что мне придется, ну, не побоюсь этого слова, даже около полугода выхаживать эту рассаду. То есть, в январе посажу февраль, март, апрель, май, июнь. Если вот, например, открытый грунт, это только июнь у нас, а перцы я высаживать буду в мае, ну, чуть меньше полугода. Очень долго. Конечно, в январе посевы, они у нас сопряжены с риском. Я уже говорила, нужно дополнительное освещение, нужен теплый стеллаж, потому что на окнах все-таки перцем некомфортно, они очень теплолюбивые. Вот, я рассказала самое главное, что будут две группы. Самые здоровяки, толстяки, от которых можно вполне отказаться в сибирском регионе. Можно их не сеять в январе, можно посеять в феврале, как обычно. Но многие любят именно вот такие перцы. Нам нужно, хочется же большой, хочется сочный, толстостенный. И я читаю комментарии, почти все в январе высаживают, хоть немножко вот таких. Вот этот первый посев январский, он будет у меня самый минимальный. Будет один лоточек. Вот таких вот сортов 5-6, всего по одному рядочку. И я еще раз напомню, если у меня что-то пойдет не так в январе, я в феврале всегда могу повторить этот посев. Все, вот я беру калифорнийское чудо. Это будет самый первый посев в январе, после 20 января. И все, которые я купила, новые вот. Изюминка. Сейчас сроки сразу буду вам называть. Изюминка. 125-30 дней, тоже длительный срок. Калифорнийское чудо. 130 дней, тоже длительный срок. Вот здесь оранжевый красавец даже не указан, но я его тоже буду высаживать в первую очередь, потому что он указан, что он и толстостенный, и большой. Потом русский деликатес. Так. Но если стенка 8 мм и огромный 200-граммовый плод, его тоже надо высаживать в первую очередь. Вот русский деликатес. Это все новое. Из старых я вам показываю картинку, но сеять буду свои семена. Это гладиатор. 130 дней. Огромный срок вегетации, длительный. Рыжий хвост новый. Хотя у него всего 100 дней, но так как он новичок, я его буду сеять в первую очередь. Вдруг что-то пойдет не так, я вместо него потом посажу. Потом вот красная лопата. Тоже новый и тоже огромный, большой. И гордость Сибири. Гордость Сибири тоже буду в первую очередь сеять. И к ним добавлю еще 2-3 сорта своих, которые я высаживаю всегда-всегда, которые большие перчинки, которые толстые. Это у меня будет не для раннего урожая, а просто потому что долго им расти. И вот смотрите, посеянные в один и тот же день будут вот эта группа посеяна и еще группа, которая с коротким сроком. Они у меня для разных целей. Вот с этих я получу ранний урожай, а эти посеянные в тот же день они мне не дадут ранний урожай. Я буду и дальше их ждать, и они дадут урожай почти на 2 месяца позже, чем вот эти. Ну там идет 1,5-2 месяца разница, потому что у этих 95-100, а у этих 130. 30 дней, это уже даже производитель говорит, что разница в 30 дней. Их для раннего урожая мы не сеем. Но мы сеем в тот же срок, вот я лично, как для раннего урожая, сею и их. Потом вторая группа, которая именно для раннего урожая, ну они у меня почти все свои семена, я просто объясню. Вот такие, как например новосибирский. 95-100 дней. То есть посеяв в один и тот же день вот с этими, я получу ранний урожай. Сюда же я посею ласточку, сюда же я посею венти и белый налив. Но могу еще добавить там медаль. Может быть морозка, 105 дней. Так. Сюда же можно добавить румяные щечки. 80 дней. Вообще рекордсмен. Все. Вот эти вот перцы, которые будут для раннего урожая, я уже говорила, я готова к тому, что они и зацветут у меня, возможно, в рассаде. Возможно, и перчинки образуются в рассаде. Я их буду второй раз пересаживать в более большую тару, чтобы дать им возможность комфортно прожить вот этот период длительный. Я их высажу в первую очередь. Они дадут мне первый урожай, но возможно, урожай будет ниже, чем у тех, которые высажены, будут посеяны в феврале. Потому что тут чревато тем, что могут и цветочки отпасть, иногда и перчинки отпадают. Вот они у меня будут расти в комнатных условиях, привыкнут к этим условиям. Когда я их высажу в теплицу, там и грунт прохладнее, и перепады температур. Дома же более-менее стабильная температура. И вот эти там, ой, перцы, которые я для раннего урожая планирую, венти, ласточка, все, они обычно, чуть-чуть меньше у них будет урожайность. Но они, мы их высаживаем для другого. У них ценность в том, что они нас накормят уже в июле, там, в начале июля. Но смотря от сорта, в середине, в конце и в августе уже будут плодоносить стабильно, будут именно спелые, биологически зрелые плоды красного цвета. Они нужны нам для того, чтобы восполнить, вот, ну, это, недостаток витаминов, которые за зиму, за весну, мы все равно, все, тут все ясно. сеем рано в январе для получения раннего урожая и для того, чтобы вырастить толстячков крупных, таких мясистых, которые будем кушать потом уже когда-то в августе, в сентябре, и, возможно, они даже не все дозреют, возможно, еще и на хранение некоторые положим. Все, эта тема закончена. Я сейчас еще расскажу сразу в следующем видео о другой теме. Уже готовясь к посевам, вы должны заранее знать, каким способом вы будете проводить посев. С последующей пикировкой или нет. От этого зависит и расстояние между семенами, и вы должны уже все это запланировать заранее. Будете ли вы потом весной пикировать свой перец? Это очень такой спорный вопрос. Кто-то прям противник пикировки, кто-то наоборот без пикировки перца не выращивает, потому что мы и отбраковку проводим в это время, и там другие плюсы есть. Но это все будет в следующем видео. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я рассказала вам, какие я сорта буду сеять в первую очередь, и обосновала, почему я это делаю. Потому что все мы должны понимать с практической точки зрения, зачем мы все это делаем, почему именно эти, почему не те. И вот самые такие, которые середнячки, которые не очень длительный период, и которые не для раннего урожая, а именно массово, мы будем сеять в феврале с 1 по 15. До свидания. Продолжение следует...